Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Иисус Целитель Обычно я служу в нашей церкви в Калифорнии, но мы решили побывать вместе с вами на нашем ранчо в штате Колорадо. У меня здесь есть дом, а позади меня вы видите небольшой однокомнатный домик, построенный моим сыном. Для меня это особенное место. Я хотела побывать здесь с вами, и я рада, что вы к нам присоединились. Последние несколько эпизодов были на тему веры. А во время предыдущего эпизода мы начали учить о мере веры. Нам важно понять, что вера должна быть образом жизни. У нас не просто должны быть мгновения веры, а образ жизни веры. Слово говорит нам, что праведный веру жив будет. Почему же Бог предназначил своим детям жить верой? Потому что вера дает нам лучшую жизнь, а Бог хочет, чтобы у нас была лучшая жизнь. Когда мы живем жизнью веры, это угодно Богу, потому что тогда Он способен вовлекаться в нашу жизнь и двигаться в ней так, как не смог бы в отсутствии веры. Итак, слово говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Он по-настоящему доволен, когда у нас есть вера, потому что Он любит вовлекаться в нашу жизнь, сотрудничать с нами, действовать нам во благо. А вера позволяет Ему это делать. Откройте со мной, пожалуйста, Римлянам 12.3. Это одно из ключевых мест Писания в теме «Мера веры». «Бог каждому уделил меру веры». То есть, когда вы родились свыше, Бог дал вам начальную меру веры. Абсолютно каждое Божье дитя начинает свой путь с начальной мерой веры, данной Богом. Но впредь уже наше дело взращивать свою веру, развивать ее, помогать ей расцвести. Многие молятся, чтобы Бог дал им сильную веру или дал им больше веры. Вера не приходит через молитву. И не от Бога зависит, будет ли у нас больше веры. Мы отвечаем за свою веру. Бог взял на Себя ответственность за то, чтобы дать нам начальную меру веры. Но мы отвечаем за то, чтобы наша вера росла, чтобы наша вера была крепкой. И за то, чтобы высвобождать веру каждый день, применять ее. Еще раз прочитаем Римлянам 12.3. «Бог каждому уделил меру веры». Мы видим, что вера измерима. Слово говорит о сильной вере, о слабой вере. Оно говорит о возрастающей вере, о мертвой вере. Это все меры веры, потому что вера измерима. В Евреям 11.1 сказано, «Вера же есть субстанция ожидаемого и свидетельство невидимого». Итак, в физическом мире веру невозможно увидеть, чтобы измерить ее. Но в духовном мире вера видна, и она измерима, она осязаема. Здесь сказано, что вера – это субстанция. А любые субстанции измеримы. Как мы уже говорили в предыдущем эпизоде, когда вы готовите какой-то рецепт у себя на кухне, субстанции, входящие в этот рецепт, будь то мука, сахар, масло, яйца, что бы то ни было, они все измеримы. И нужно отмерить правильное количество каждой субстанции, чтобы рецепт получился. Точно так же в жизни веры. Когда мы верим Богу, разные ситуации требуют разной меры веры. И нам нужно каждый день применять свою веру, пока необходимая мера не накопится. Когда наберется полная необходимая мера веры, проявится тот ответ, о котором мы верили. И нам нужно обязательно постоянно питать свою веру, потому что, питая ее, мы будем способны верить Богу о чем-то большем в следующий раз. Мы сможем верить Богу на более высоком уровне в следующий раз. Я уже говорила, что Дух Святой будет вас наставлять, вести вас. К счастью, Он наш божественный советник, наш божественный наставник. Настоящий успех в жизни приходит, когда мы учимся следовать за Ним. Дух Святой никогда не поведет вас за пределы вашей меры веры. Он всегда будет вести вас на основании той меры веры, которая у вас есть сегодня. В следующем году ваша мера веры должна возрасти. Даже на следующей неделе, в следующий месяц, ваша мера веры должна возрасти. Поэтому, возможно, Он вел вас определенным образом в прошлом году, а в этом году поведет вас по-другому. И не потому, что Он изменился, а потому, что ваша мера веры растет. Он ведет вас согласно вашей мере веры. За 25 лет пастырства я не раз видела, как два человека в церкви сталкивались с одинаковой ситуацией со здоровьем. У них могло быть одно и то же заболевание. И Дух Божий говорил одному из них обратиться к врачу, а другому не обращаться к врачу. Кто из них прав? Они оба правы. Дух ведет каждого человека согласно его мере веры. Поэтому нужно быть очень осторожными, советуя и говоря людям, что им делать. Нужно знать их меру веры, чтобы дать им точный совет. Дух Святой всегда дает точный совет, а люди не всегда. Иногда люди говорят другим, что делать на основании своей меры веры, а не меры веры того, кому они дают совет. Будучи пастором, я имею дело с людьми совершенно разной мерой веры. У кого-то мера веры меньше, у кого-то больше. И мне нужно говорить с людьми, наставлять их и давать им совет на основании их меры веры. А как мне узнать их меру веры? Для этого нужно с ними поговорить, спросить их, что у вас на сердце, о чем вы верите. Что вам кажется правильным. Я не просто говорю, вам следует поступить вот так, так и так. Я не говорю с людьми о том, что им следует делать, пока не выясню, что у них на сердце. Бывает, кто-то приходит ко мне и говорит, «Пастор, вот как я хочу поступить в ситуации, с которой я столкнулся». Но я знаю в духе, что у него нет достаточной меры веры для того, что он решил сделать. И мне нужно помочь ему разобраться, что его дух говорит делать, а не что его хотение говорит делать. Потому что иногда люди хотят чего-то, с чем они на самом деле не способны справиться. Это все равно, что купить дом, который ваш доход не позволяет содержать. Или купить машину, на содержание которой не хватает средств. Просто потому, что эта машина очень нравится. Нам может очень нравиться какое-то решение, но нужно удостовериться, что оно в рамках нашей меры веры. Не чтобы ограничить себя, но чтобы принять здравое решение. Библейская вера делает человека здравым, а не безрассудным. Знание своей меры веры жизненно важно для принятия здравых решений веры. Поэтому, когда кто-то говорит, я хочу принять вот такое решение в этих обстоятельствах, а я осознаю, минуточку, у него нет необходимой для этого меры веры, я спрашиваю, на что у вас в сердце мир? Что Дух вам говорит? Не, что ваше хотение вам говорит, а что Дух вам говорит. Потому что, если мне удастся добиться, чтобы он следовал за тем, что у него в Духе, у него каждый раз будет успех. В каждом решении Дух Святой будет руководить вами на основании вашей меры веры. Вы собираетесь начать бизнес? Обязательно следуйте водительству Духа. Хотите купить какой-то дом? Спросите об этом Духа Святого. Он даст вам совет. Потому что Он хочет, чтобы у вас был успех. Он может сказать, да, покупай этот дом. Или, нет, у меня есть другой дом для тебя. Если вы последуете за ним, знайте, он приведет вас к успеху. А дьявол будет только рад, если вы выйдете за рамки своей меры веры. Выйдя за пределы своей меры веры, вы придете не к успеху, а к провалу. И люди называют это провалом веры. Провала веры не существует. У веры провалов не бывает. Люди терпят провал. Люди терпят провал, не измеряя свою веру. Они выходят за пределы своей меры веры и терпят провал. Не вера терпит провал. Это провал в измерении веры. Они выходят за пределы своей меры веры. Позвольте объяснить на примере. Если вы увидели какую-то вещь в магазине и хотите ее купить, вам для этого понадобится правильная мера денег, не так ли? Если вещь стоит 10 долларов, вы не можете сказать кассиру, «У меня есть 2 доллара, продайте мне ее за 2 доллара». Нет, если вы хотите эту вещь, вам потребуется 10 долларов. Вам нужна эта мера денег. Ну, 10 долларов – деньги небольшие. Так что они могут быть у вас с собой. Если у вас с собой как раз есть эта мера денег, вы можете взять ее, положить на прилавок, заплатить и выйти из магазина с нужной вам вещью. Почему? Потому что у вас была необходимая мера денег, чтобы за нее заплатить. Но если вы видите в магазине какую-то вещь за 5 тысяч долларов и хотите ее купить, у вас может и не быть с собой этой меры денег в тот день. Но это не значит, что вы не сможете купить эту вещь. Вам просто нужно вернуться домой и сделать что-то, чтобы достать эту меру денег. Возможно, вам нужно будет ее заработать или накопить каждый день, абсолютно каждый день, понемногу откладывая на ту вещь, которую вы хотите купить. Спустя какое-то время, может, через несколько недель, а может, через несколько месяцев, когда вы накопите 5 тысяч долларов, вы сможете пойти в магазин с правильной мерой денег и, заплатив ее, выйти с покупкой. Точно так же с верой. Какие-то вещи в жизни, какие-то нужды требуют одну меру веры, а какие-то – другую меру веры. Имея необходимую для какого-то ответа меру веры, часто можно увидеть его мгновенное проявление. Но какие-то вещи требуют большей меры веры. Значит ли это, что вы не сможете получить то, в чем вы нуждаетесь? Нет, вы сможете это получить. Просто каждый день питайте свою веру, высвобождайте свою веру, созидайте свою веру, взращивайте ее. И когда ваша вера достигнет полной меры, необходимой для этой нужды, вы сможете ее потратить, и внезапно проявится ответ, о котором вы верили. Позвольте показать вам в Писании, что точно так же, как требуются разные меры денег, требуются разные меры веры, в зависимости от конкретной нужды. Это важно понять. Помните, в 6 главе Марка рассказывается о том, как Иисус пришел в свой родной город Назарет. Он только что воскресил дочь Иаира из мертвых. То есть, великая мера веры текла через Него и Его служение. Дочь Иаира была объявлена мертвой. Иисус пришел, послужил ей, она воскресла из мертвых. Оттуда Он отправился в свой родной город и начал рассказывать о том, что Бог сделал через Его служение, через Его жизнь в других городах. Он рассказывал свидетельства о чудесах и знамениях. Услышав это, люди из Его родного города не могли в это поверить. Они сказали, это сын Иосифа. Его сестры живут среди нас, его братья живут среди нас. Как они поступили? Они отнеслись к Нему не как к помазаннику, а как к обычному человеку, такому, как все. Послушайте, когда на ком-то есть помазание, это уже не обычный человек. Помазание меняет человека. И через Него можно получить что-то помазанное. Итак, в родном городе к Иисусу отнеслись непочтительно. Жители Ему не доверяли. Они сомневались, находились в неверии. Написано, что они соблазнились о Нем. Почему они соблазнились? Потому что не верили Его словам. Они отказались верить. И из-за их неверия Иисус не мог совершить там великих дел. Только на немногих больных с незначительными недомоганиями, возложив руки, исцелил их. Обратите внимание, там сказано, что Он не мог совершить там великих дел. То есть есть великие дела, а бывают незначительные недомогания. Иисус смог послужить и принести ответ только людям с незначительными недомоганиями, потому что вера в этом городе была настолько мала, а непочтительность была настолько велика. Соблазн был так велик, что не было веры, и Он смог помочь им лишь в малой мере. Чтобы Иисус мог совершить великие дела, потребовалась бы большая мера веры, а там ее не было. Дело не в том, что Иисус не хотел их совершить. Просто люди не были способны их принять. Чтобы что-то принять, требуется вера. Чтобы принять великие дела, требуется великая вера. А у них не было веры. И из-за этого Иисус не мог совершить там великих дел. Слово не говорит «не хотел», слово говорит «не мог». Недостаток веры мешает Иисусу сделать то, что Он хочет. Иисус хотел исцелить этих людей. Послушайте, Иисус любит каждого человека. Иисус любил всех людей во всех городах. Но люди в Его родном городе наверняка занимали особое место в Его сердце. Просто потому, что Он вырос с ними. Они были дороги Ему. Если кого и исцелять, то Он уж точно хотел исцелить людей из родного города. Но поскольку они отреагировали сомнениями и неверием, Он не мог их исцелить. Там не сказано «не хотел», там сказано «не мог». Заметьте, сказано, что Иисус не мог совершить там великих дел. Иисус – слово, ставшее плотью. Так что можно сказать, слово не могло совершить там великих дел. Также мы знаем, что Он был помазан Духом Святым. Так что можно сказать, что Дух Святой не мог совершить там великих дел. И мы знаем, что Иисус был образом ипостаси Отца. Он был Богом во плоти. Так что можно сказать, что Бог не мог совершить там великих дел. Почему? Их мера веры их ограничивала. Ограничивала возможность Бога действовать для них. И ограничивала их способность принять то, что у Бога было для них. Большие нужды требуют большей меры веры. И именно это мы видим на примере его родного города. Если ваша нужда требует большей меры веры, чем у вас есть, не расстраивайтесь. Просто продолжайте питать свою веру. Просто продолжайте применять свою веру. Питайте ее словом. Исповедуйте ее. И ваша вера будет расти и расти и расти, пока ваше сердце не наполнится мерой веры, необходимой для данной ситуации. И тогда проявится ответ. Взгляните на эту кофейную чашку. Как вы видите, она не переливается через край, потому что она не полная. Она заполнена где-то наполовину. Но если вы хотите, чтобы то, что внутри показалось наружу, чашке нужно наполниться. Как ей стать полной? Продолжайте наливать. Если вы продолжите наливать, жидкость начнет литься через край. Точно так же с верой. Чтобы ваш сосуд был полон веры, просто продолжайте наливать веру. Когда она польется через край, проявится ответ. Люди наливают немного веры и удивляются, почему мой ответ еще не проявился. Ваше сердце еще не наполнилось. Наполните его верой. И когда оно будет полно веры, тогда проявится ответ. Более того, свой дух можно расширить. И по мере расширения духа можно вместить еще больше веры. Так что если вы говорите, пастор Нэнси, у меня еще нет полной веры, просто продолжайте питать свою веру. Не беспокойтесь о своей мере веры, занимайтесь тем, чтобы питать свою веру. Не будьте охвачены беспокойством о том, чего у вас нет. Просто продолжайте высвобождать свою веру, исповедовать ее, и ваша мера веры будет расти. Если вы будете верны и старательно этим заниматься, не придется долго ждать увеличения вашей меры веры, и вы получите то, в чем нуждаетесь. Если вам доводилось разговаривать с плотниками, столярами, строителями, у них есть поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь». Почему они так говорят? Потому что если вы отмерите всего один раз, вы можете отмерить неправильно и отрежете неправильно. И тогда придется резать новый кусок древесины, потратив часть материала впустую. Поэтому хороший плотник измеряет несколько раз, так как хочет точно отрезать и не потратить свои материалы впустую. Я хочу, чтобы вы знали, вера – это не бездонная бочка. Когда вы тратите веру, той веры, которую вы потратили, больше нет в вашем сердце. Вам нужно снова его заполнить. Вам нужно снова увеличить меру. Той веры, что вы высвободили, у вас больше нет. У меня нет с собой кошелька, но просто представьте. Если я открою кошелек и возьму из него какую-то часть денег, этих денег больше не будет в кошельке. Мой кошелек – не бездонная бочка. Мне нужно его пополнять. Точно так же с верой. Вера – не бездонная бочка. Потратив веру, нужно пополнить ее запас. Аминь. Нам нужно знать, какая у нас мера веры. Успех плотника в том, чтобы семь раз отмерить, один раз отрезать. И тогда будет точность. Неправильные измерения могут ему чего-то стоить. Точно так же в жизни веры. Если вы неправильно измерите, сколько у вас веры, это может вам чего-то стоить. Откройте, пожалуйста, Римлянам 12.3. Я хочу, чтобы вы снова прочитали со мной это местописание. Римлянам 12.3. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, в английском – трезво. По мере веры, какую Бог каждому уделил. О чем же идет речь в этом стихе? Речь идет о мере веры. И сказано, не думайте о себе более, нежели должно думать. Не думайте, что у вас больше веры, чем на самом деле. Трезво оценивайте свою меру веры. Бог дал вам начальную меру веры. Но вам нужно знать, какая у вас мера веры на данный момент. Выросла ли ваша вера? И нам не следует думать о себе выше, чем должно. Не думайте, что у вас больше веры, чем на самом деле. Иначе вы выйдете за пределы своей меры веры, а это путь к провалу. Действуйте в пределах своей меры веры. Подходите к ней трезво. Не пытайтесь впечатлить людей своей верой. Или выглядеть словно у вас больше веры, чем на самом деле. Нужно трезво подходить к своей мере веры, потому что опасно выходить за ее пределы. Это может вам дорого обойтись. И финансово, и с точки зрения здоровья. Я видела людей, которые хотели верить Богу о своем исцелении. Слава Богу за исцеление. Божественное здоровье нам принадлежит. Но люди, не разобравшись в своей мере веры, отказывались обращаться к врачу. Отказывались принимать лекарства. Отказывались идти на операцию. И в результате преждевременно умирали. Они неправильно измерили свою веру, и это стоило им жизни. Не этого Бог хочет для вас. Если вы последуете за Духом Святым, Он поможет вам и поведет вас на основании вашей меры веры. Как же нам узнать свою меру веры? Откройте со мной, пожалуйста, Римлянам 15.13. Нам очень важно понять это местописание, чтобы научиться точно измерять свою меру веры. Римлянам 15.13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Позвольте еще раз прочитать начало этого стиха. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере». Хочу заострить ваше внимание на трех словах – радость, мир и вера. Эти три слова связаны. Когда вы верите Богу, у вас есть радость и мир. Выйдя за пределы своей меры веры, вы потеряете радость и мир. Можно понять, мир ли у меня внутри. Если у меня внутри замешательство, я ощущаю подабленность, мое сердце в смятении, и я теряю радость. Если лежа в кровати, я охвачена тревогой, значит, я вышла за пределы мира. Узнать свой уровень веры можно, измерив свой уровень мира и радости. Понимаете? Так можно узнать свою меру веры. Помню, когда много лет назад мы с мужем переехали в Калифорнию, я увидела один очень красивый жилой район, и я про себя сказала, «Вау, не думаю, что у нас когда-нибудь хватит денег, чтобы здесь жить». Ведь я знала, что это очень дорогой район. Но знаете, позже у нас был там дом, и мы там жили. Почему? Потому что прошло 20 лет с тех моих слов, прежде чем мы переехали туда. Почему? Почему? Моя вера возросла. С меньшей верой мысли об этом районе были выше моих сил. Я никогда не смогу жить в таком месте. Но по мере роста веры это больше не было выше моих сил. И я сказала, давай приобретем там дом. Почему? У меня на это был мир и радость. Я знала свой уровень веры благодаря тому, на что у меня был мир и радость. Если вы чувствуете перегруз, значит, вы за пределами своей меры веры. Если вы собираетесь принять какое-то решение, совершить какой-то шаг, и у вас есть мир и радость по этому поводу, значит, вы находитесь в рамках своей меры веры. Вперед, действуйте, следуйте за миром, который у вас внутри. В Исаии 55, 12 сказано, «С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром». А в Колоссянам 3, 15 мы читаем, «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий». Один из переводов звучит так, «Пусть мир Божий будет арбитром ваших решений». Что это значит? Если вы теряете мир, размышляя о каком-то решении или двигаясь в каком-то направлении, если пропадает мир внутри, это подсказка. Не иди в этом направлении. Отсутствие мира говорит, не иди туда. Если в вашем сердце мир, чтобы делать что-то, действуйте. Если нет на это мира, не делайте этого. В следовании за миром – безопасность. Иногда я сталкивалась вот с чем. У меня был мир в сердце, но ум был встревожен. Мне приходилось игнорировать свой ум и руководствоваться миром в сердце. Итак, очень важно всегда измерять свой уровень мира и радости. И никогда не принуждайте людей выйти за пределы их уровня мира и радости. С супругом следует быть в этом осторожными. Один супруг может хотеть дом побольше, машину получше, что-то еще. И послушайте, Бог хочет для вас большего. Он хочет для вас лучшего. Но согласно вашей мере веры, а не за ее пределами. Бывает, люди хотят большего, чем то, на что у них на самом деле есть вера. Я видела браки, испытывавшие огромное напряжение и трудности, потому что один из супругов требовал чего-то большего, но это перегружало веру этой семейной пары. Когда вера семейной парой перегружена, часто люди теряют дома или даже теряют брак. Не выходите за пределы своей меры веры. Руководствуйтесь своим уровнем мира и радости и продолжайте питать свою веру каждый день. Продолжайте взращивать ее. Живя верой, вы обретете лучшую жизнь, потому что праведной верою жив будет. Питайте свою веру каждый день. Пусть она растет, становясь сильной и крепкой. И следуйте за Святым Духом. Он всегда будет вести вас согласно вашей мере веры. Вера – захватывающая тема, и мы так рады, что вы были с нами на программе «Иисус-Целитель». Бог да благословит вас, мы вас любим. До новых встреч! Мы надеемся, вам понравилась наша программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!